МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ахтубе стартовал республиканский турнир по плаванию. В нем принимают участие 15 команд со всех регионов республики. По словам организаторов, цель мероприятия – популяризация спорта среди школьников. В Назарбаев интеллектуальной школе Петропавловска провели конкурс «Мирилиотбаса». По традиции его участники – представители семей, поплативших себе высокие духовные ценности – патриотизм, трудолюбие, отзывчивость и милосердие. Как говорят педагоги Назарбаев интеллектуальной школы, особое внимание в своей работе они уделяют качественному образованию, развитию школьников нестандартного мышления. Не забывают в учебном заведении об истинных духовных и человеческих ценностях. Конкурс «Мирилиотбаса» тому подтверждение. Проводится он уже второй год подряд. В прошлом году участвовало пять семей. В этом уже семь. Так как у нас в общежитии дети, у них есть именно дефицит общения с родителями, и каждый праздник мы стараемся привлечь именно родителей. И дети в этом конкурсе постарались сами. Именно во время осенних каникул они подготовились вместе с родителями, когда ездили на каникулы. Жюри оценивало каждую семью в соответствии со знанием казахских традиций, преемственности поколений, соблюдения здорового образа жизни, трудовых, спортивных, творческих, интеллектуальных и научных достижений. Была оценена и выставка, организованная участниками. Главный приз получила семья Женгильдеевых из Таиншинского района. Они говорят, что их секрет прост. Это единство и сплоченность. Мы всегда поддерживаем детей. Детям не нужно много. Стоит только поговорить с ними, ответить на вопрос, поддержать, уделить время. Наше богатство – наши дети. Мы всегда говорим детям, что каждый из нас – строитель собственной судьбы. И наша жизнь только в наших руках. Второе место досталось семье Есеновых. В этой ячейке общества детей воспитывают в лучших традициях казахского народа. Рассказали серебряные призеры и о ценностях, которые царят в их семье. Мы любим играть в шахматы с нашей семьей. У нас есть много призов. Главная ценность нашей семьи – честность, любовь, любовь к ребенку. Уверенность друг в друге. Мы доводим детей до патриотических чувств. Родина начинается с семьи. А династия Нурышевых блеснула своими творческими и спортивными способностями. Чем и покорила строгая жюри. В номинацию «Нигели отбасы» победила семья Кожигуловых. Рахим Берлиных – в «Парасаты отбасы». Ахмеджановы признаны самой творческой семьей. А Жандосовым не было равных в номинации «Изгаликте шанрак». Лучшие фотографии, сделанные во всех точках мира, представили карагандинцам. В стенах Карагандинского государственного университета стартовала выставка «World Press Photo 2018». Носорог, спасенный от браконьеров. Женщины из Анзибара, выступившие против строгой исламской культуры. Жители Ирака, уцелевшие после долгих сражений за освобождение от ИГИЛ. У каждой из фотографий есть своя история. Эти пронзительные снимки, цепляющие за живое, были сделаны фото-журналистами со всех уголков земли. На выставке представлены лучшие работы участников конкурса «World Press Photo». Представитель этой организации Анна Мехер рассказала о том, что делает эту выставку особенной. Эта выставка показывает то, что произошло за год. В этом году на конкурс было заявлено 73 тысячи снимков от 4,5 тысяч фотографов. Среди них были два фотографа из Казахстана. В число победителей и призеров вошли 42 человека. Решение принимало жюри из 17 человек. Они оценивают визуальный эффект снимка, смотрят на историю, которую он повествует. К примеру, мне очень понравилось фото, на котором изображены женщины из Анзибара, которых учат плавать. Ведь из-за правил ислама это право есть только у мужчин. Я считаю, что это пример перемен. Жюри конкурса присудило первое место фотографу из Венесуэлы Роналда Шмидту. Он запечатлел горящего бегущего мужчину, принимавшего участие в антиправительственных манифестациях в Каракасе в мае прошлого года. Подобных фотографий на выставке World Press Photo не сосчитать. Благодаря посольству Королевства Нидерландов казахстанцы уже третий раз любуются удивительными фотографиями. На открытии выставки в Караганде с приветственной речью выступил посол Нидерландов в Казахстане Дирк Янкоп. Для меня это честь и удовольствие приветствовать вас на открытии этой выставки. Это уже третий раз, когда данная выставка приезжает в Казахстан. И второй раз, когда она открывается именно в Караганде. World Press Photo была основана в Амстердаме в 1955 году. И переросла в самую престижную платформу для профессиональной фотожурналистики в мире. В этом году 161 победивших фотографий были выбраны из более чем 70 тысяч конкурсантов. Масштабный конкурс проводится с 1955 года. С тех пор он превратился в самое престижное состязание фотографов. А выставка экспонируется более чем в 100 городах 45 стран мира. В Казахстане посетить выставку смогут жители Шымкента, Астаны и Алматы. У карагандинцев такая возможность есть до 16 ноября. Выставка расположилась в 11-м корпусе Карагандинского государственного университета. В Ахтубе стартовал республиканский турнир по плаванию. В нем принимают участие 15 команд со всех регионов республики. По словам организаторов, цель мероприятия – популяризация спорта среди школьников. 450 юных спортсменов со всей страны в эти дни защищают в Ахтубе честь своих сборных. Республиканский турнир по плаванию собрал 15 команд из мальчишек и девчонок от 8 до 11 лет. Открытие состязаний прошло этим утром в Адисуша по водным видам спорта «Дустык». Участников приветствовал заслуженный спортсмен Ахтубе Владимир Коренков, который уверен, что свой баландин есть в каждом регионе. Будем надеяться, что ваше поколение, которое сегодня здесь опробует эту голубую дорожку, тоже пробьется и завоевывает самые высокие места на международных соревнованиях. Я надеюсь, что в каждом регионе у нас появится свой баландин. И который будет прославлять весь Казахстан на международных соревнованиях. Тем более, что сегодня мир уже узнал, что Казахстан – это плавательная держава. А расплавательная держава, мы смотрим на вас с большой надеждой о том, что и вы несете свой вклад в развитие плавания нашей республики. Ахтубинцы в соревнованиях имеют все шансы на золото. Уверено руководство спортшколы по водным видам спорта. К состязанию готовились усиленно. Этот турнир у нас считается традиционным и включен в спортивное соревнование Республики Казахстан. На сегодняшнее соревнование у нас собралось более 450 участников из нашей Ахтубинской области, а также из регионов нашей страны. Основной целью этих соревнований – это побольше собрать детей. И в дальнейшем, чтобы комплектовать команду для участия в чемпионатах Республики Казахстан на будущий год. Сами участники состязания уверены в победе не меньше. У них даже самых, казалось бы, маленьких уже имеется приличная копилка наград и опыт. Это мое не первое соревнование. Я уже ездила в другие города. Были первые, вторые, третьи на эстафете. Мы с группами тоже выигрывали. Последний раз мы ездили в Шимкент. Выиграли тоже много медалей. Мы вчера плавали, тренировались, отрабатывали старты, повороты. И нам сказали, что мы постарались. Шимкент – это страна сильная. Но я думаю, что надо все равно бороться. Цель турнира – популяризация и развитие плавания в городе и области, пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения, укрепление дружеских связей. Итоги будут подведены 15 ноября. Лучшие команды получат награды, кубки и грамоты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова